Притворяшка Солодовников опять опаздывала на работу. Опаздывал он почти каждый день. Главврач толстая Анна Афанасьевна говорила «Солодовников, я напишу маме». Солодовников смущался. Анна Афанасьевна «Анфас» называла ее Солодовников в письмах к бывшим сокурсникам, которых судьба тоже растолкала по таким же углам. Но они еще писали друг другу, жаловались и острили. Приходила в мелкое движение, смеялась, молча. Ей нравилось быть наставником и покровителем молодого врача, этого молодого дон Жуана. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что его редкое дарование, нравится людям, здесь пропадает зря. Анфас не могла сыграть в его судьбе сколько-нибудь существенную роль. Дай бог ей и впредь всегда добывать для больницы спирт, камфору, листовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще она умела выковыривать аппендицит. Солодовникову случалось делать кое-что посложнее, и он опять жалел, что никто этого не видит. «Я тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию», — писал он как-то товарищу своему. «Хотел большую подкожную загнать в руку, начитался новинок, вспомнил нашего старика, но струсил. Не, не то, зрителей нет, вот что. Хучь бей меня, хучь режь меня, я актер, а моя драгоценная анфас — не аудитория, не». Солодовников спешил. Мысленно он уже проиграл утреннюю сцену с Анной Афанасьевной. Он нахмурится виноват, а сунется к часам. Вообще он после таких сценок иногда чувствовал себя довольно погано. «Гадкая натура», — думал он. «Главное, зачем, ведь даже не во спасение, ведь этого не требуется». Но при этом испытывал некое приятное чувство, такое дорогое сердце успокоения, что все в порядке, все понятно, дело мужское, не женатое. Солодовников взбежал на крыльцо, открыл тяжелую дверь на пружине, придержал ее, чтобы не грохнуло, и, раздеваясь на ходу, поспешил к вешалке в коридоре. И когда раздевался, увидел на белой стене противоположное окно большой желтый квадрат — солнце. И как-то сразу вдруг вспыхнуло в сознании, что этот квадратный желтый пожар — весна. На дворе желанная милая весна, летел по улице и хрустел литком, думал, черт знает о чем, не заметил, что весна, а теперь даже остановился с пальто в руках, засмотревшись на желтый квадрат. И радость, особая радость, какая-то тоже ясная, надежная, сулящая и вперед тоже тепло и радость, толкнула в грудь Солодовникова. В той груди билось жадное до радости молодое сердце. Солодовников даже удивился. Поскорей захотел собрать воедино все мысли, сосредоточить их на одном, что вот весна, надо теперь думать и решить нечто главное. Предчувствие чего-то хорошего охватило его. Надо только, думал он, собраться и крепко подумать. Всего 24 года, впереди целая жизнь. Надо что-то такое решить теперь, когда и сила есть много, и радостно, и весна. Надо начинать жить крупно. Солодовников прошел в свой кабинетик, у него стараниями все той же добрейшей Анны Афанасьевны зачем-то был свой кабинетик. Сел к столу и задумался. Не пошел к Анне Афанасьевне, сейчас она сама придет. Ни о чем определенном он не думал, а все жила в нем эта радость, какая вломилась сейчас, с весной, светом, в душу. Все вникал он в нее в радость, вслушивался в себя и невольно стал вслушиваться и в звуки за окном. На жесть подоконника сосулек, уже обогретых солнцем, падали капли, и мокрый шлепающий их звук, такой неожиданный, странный в это ясное солнечное утро с легким морозцем, стал отзываться в сердце, каждым гробким шлепком радость чужая. Нет, надо все сначала, думал Солодовников. Встал, прошелся по кабинетику, остановился у окна, радость все не унималась. Огромная земля и огромная жизнь, но шаг пошире, пошире шаг, маэстро, надо успеть отшагать далеко. И начнется этот славный поход, вот отсюда, от этой весны туда. Солодовников опять подсел к столу, достал ручку, поискал бумагу в столе, не нашел, вынул из кармана записную книжку и написал на чистой страничке. Отныне буду так, холодный блеск ума, как беспощадный блеск кинжала. Удар, закон, удар, конец, удар и все сначала. Прочитал, бросил ручку и опять стал ходить по кабинетику. Потом закурил. Его поразило, что он написал стихи, он никогда не писал стихов. Он даже не подозревал, что может их писать. Вот тебе на. Подошел к столу, перечитал стихи. Может они, конечно, того, нагловатые, но... Дело в том, что это и не стихи, это своеобразная программа, что ли, сформулировалась такими вот словами. Он еще прошел все по кабинетику. Вдруг засмеялся вслух. Стихи хирурга. Удар, конец, удар и все сначала. Что сначала, новый язвенник или что? Да ничего. Он порадовался тому, что не ошалел от радости, написав стихи, а нашел мудрость обнаружить их смешную слабость. Но их надо сохранить. Так смешной наивно ведь начинается большая жизнь. Солодовников спрятал книжечку. Если к пятидесяти годам не устать, как лошади, и сохранить чувство юмора, то их можно потом и вспомнить. А за окном все шлепало и шлепало в подоконник. И заметно согревалось окно. Весна работала. Солодовников почувствовал острое желание действовать. Он вышел в коридор, прошел опять мимо желтого пятна на стене, подмигнул ему и мысленно сказал себе «Шири шаг, маэстро». Анна Афанасьевна, конечно, говорила по телефону и, конечно, о листовом железе. Они кивнули друг к другу. «Я понимаю, Николай Васильевич», – любезно говорила Анна Афанасьевна в трубку. «Я вас прекрасно понимаю, да? Пятнадцать листов». «Мы все прекрасно понимаем, Николай Васильевич», – съязвил про себя Солодовников, присаживаясь на белую табуретку. «Не зло съязвил. Легко, от избытка доброй силы. Но не терпелось скорее заговорить со мной Афанасьевной. Я вас прекрасно понимаю, Николай Васильевич. Хорошо, будет сделано». Анна Афанасьевна пришла в мелкое движение, засмеялась беззвучно. «Я в долгу не останусь. До свидания». «Нет, не у нас, не у нас. Что вы все боитесь нас, как не знаю кого? До свидания, на нейтральной почве. В ресторане?» Анфас опять вся заколебалась. «Ну, посмотрим». «Ну, лады. Всего?» «Господи, весь юмор. Бу сделано и лады», – удивился Солодовников. «И не жалко времени болтать столько. Тут теперь каждая минута дорога». «Ну-с, Георгий Николаевич», – Анна Афанасьевна весело и значительно посмотрела на Солодовникова. «Да здравствует листовое железо!» Тоже весело сказал Солодовников без всякого смущения, даже притворного. Он прямо смотрел Анне Афанасьевне в глаза. «В смысле?» спросил это. «В смысле у нас будет самодельный холодильник?» Солодовников встал, подошел к окну, постоял руки в карманы, чувствуя за собой удивленный взгляд главврача. Качнулся с носков на пятки и соврал, крупно и неожиданно. Начал писать работу Анна Афанасьевна. Письма из глубинки. Записки врача. Это как-то случилось само собой, эти письма из глубинки. И Солодовникова опять поразило. Это же ведь то, что нужно. С этого же и надо начинать. Неужели начался неосознанный акт творчества? Если, конечно, это не удар закон. Нет, это реально умно и точно. Это описание интересных случаев операционной практики в условиях сельской больницы. В форме писем к другу Н. Тут легкая ирония по поводу этих самых условий. Описание самодельного холодильника, глубокой землянки, обшитой изнутри листовым железом. И легко вскользь весна. Но, конечно же, главным образом работа, работа и работа. Изнуряющая и радостная, смелая и подвижническая. Любовь населения, уважение и ночные поездки. Ауто-трансплантация, прободная в условиях полевого стана. Благодарность старушке, ее смешная искренняя молитва за Володенького, неверующего врача. Все это сообразилось в один миг, вдруг отчетливо и с радостью. Солодовников повернулся к Анне Афанасьевне. Да, тут, конечно, и заботливая, недалекая хлопотунья Анна Афанасьевна, главврач, которая, прочитав записки в рукописи, скажет удивленное, прям как роман. Ладно, а как врачу вам это интересно? Очень. Тут же есть просто уникальные случаи. А за себя? Не в обиде на автора? Да нет, чего обижаться, все правда. Что, Анна Афанасьевна? Уже начали писать? Спросила Анна Афанасьевна. Записки-то. Поэтому и опоздали? Поэтому и опоздал. Солодовников обиделся на голов врача. Солдафон в юбке. Одно листовое железо в голове. Извините, слухо добавил он, больше этого не случится. Смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. Все, подумал он, хватит, пора кончать эти ужимки и прыжки. Вспомнил свое стихотворение. Какой-то вы сегодня странный. Что с этим язвенником-страктористом? Спросил Солодовников. Будем оперировать? Анна Афанасьевна больше того удивилась. Зубова? Здрасте, я ваша тетя. Два дня назад в район отправили. Вы что? Почему? Потому что вы сами просили об этом. Поэтому... Что с вами? Да-да, вспомнил Солодовников. А эта девушка с мениском. С мениском лежит. Хотите оперировать? Да, твердо сказал Солодовников. Сегодня же. Анна Афанасьевна посмотрела на своего помощника долгим взглядом. Солодовников тоже посмотрел на нее. Как-то несколько задумчиво, чуть прищурив глаза. Так, молвила Анна Афанасьевна. Ну что же. Только вот какое дело, Георгий Николаевич. Сегодня операцию отложим. Сегодня вы мне поможете, Георгий Николаевич. Меня вызывают в райздрав, а я договорилась с директором совхоза насчет железа. Причем это такой человек, что его надо ловить на слове. Завтра железа у него не будет. Надо брать, пока оно, так сказать, горячо. Я прошу вас получить сегодня это железо. Совхоз наш, как вам известно, в отпуске. Солодовников было огорчился, но, подумав, легко сказал. Хорошо. Первая глава в записках будет о листовом железе. Это сразу введет в обстоятельства и условия, в каких приходилось работать молодому врачу. Что все-таки с вами такое? Опять не выдержала Анна Афанасьевна. Ей чисто по-женски интересно было узнать, отчего молодые люди могут за одну ночь так измениться. Серьезная любовь у вас? Солодовников, в свою очередь, с любопытством посмотрел на главврача. А вы ничего не замечаете, что происходит на земле? Анна Афанасьевна даже выглянула в окно. Что происходит, не понимаю. Не во дворе у нас вообще на земле. Ну, война во Вьетнаме. Да нет, я не про то. Ну, ладно, Анна Афанасьевна, еду добывать железо. Куда надо идти? Надо ехать в образцовку к директору совхоза. Ненароков Николай Васильевич. Но раньше надо взять у нас в селесовете под воду и одного рабочего. Там вам дадут, я договорилась. Скажите Ненарокову, что мы, я или вы, на днях прочитаем у них в клубе лекцию о вреде алкоголя. Это действительно надо сделать, я давно обещала. Вы мне сегодня положительно нравитесь, Георгий Николаевич. У вас любовь, да? Разрешите идти? Солодовников прищелкнул каблуками и улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, улыбкой. Разрешаю. Солодовников вышел в коридор. Пятно света наполовину сползло со стены на пол. Солодовников нарочно наступил на него и постоял. Время идет, подумал он. Без сожаления, однако, подумала с радостью, как если бы это означало, началось мое время, сдвинулась. В кабинетике он опять достал записную книжку и записал. Сегодня утром я спросил мою уважаемую Анфас, что происходит на земле. Анфас честно выглянула в окно, подумала и сказала, война во Вьетнаме. А еще что? Она не знала, а на земле была весна. Это начало первой главы записок. Солодовникову оно понравилось. С прозой он, очевидно, было в лучших отношениях. Да с этого дня, с этого утра время работает на него. На книге, которую он подарит Анне Афанасии, у нее он напишет Фомене, верующему за добро и науку, автор. Вот и все. Ну а теперь листовое железо. В сельсовете Солодовникову дали подводу, но того, кто должен был ехать с ним, там не было. Вы это, заехайте за ним, он живет. Вот так вот улица повернет от сельвов в горку. Ну а вы? Солодовников не стал слушать, поехал один. Черт с ним, с рабочим. Справлюсь сам. Ехать до образцовки было не так уж долго, но конек попался грустный. Не спешил. До Солодовников его и не торопил. Сонная езда кончилась. Как выехали на трак, так потащились совсем тихо и тяжело. Полозья омерзительно скрижетали по камням. От копыт лошади, когда она пробовала бежать рысью, летели ошметья талого грязного снега. В санях было голо. Солодовников не догадался попросить охапку сена. Чтобы раскинуть ее и развалиться на ней, как он видел, делают мужики. На выезде из села у крайних домов Солодовников увидел початый стажок. Стажок был огорожен преслом, но к нему вела утоптанная тропка. Солодовников остановил коня и побежал к стажку. Перелез через пресло и уже запустил руки в пахучую хрустящую благодать, стараясь захватить побольше. Тут услышал сзади злой окрик. «Это что за ее киномать? Кто разрушил?» Солодовников вздрогнул испуганно и выдернул руки из сена. К нему по тропке быстро шел здоровый мужик в синей рубахе без шапки и нес в руке березовый кол. «Я хотел под бок себе», — поспешно сказал Солодовников и сам почувствовал, что, говорит, трусливо и униженно. «Немного, вот столько только хотел под бок положить. А по бокам не хотел», — заорал мужик. «Я тебе сейчас стежком вот этим под бок он хотел, а поешу вот разок-другой». «Да я врач ваш», — совсем испуганно воскликнул Солодовников. «Мне немного надо было, господи, из-за чего шум? Врач, мужик присмотрелся к Солодовникову и, должно быть, узнал его. Надо ж спросить сперва», — говорил он мягче. «Если каждый будет по охапке под бок себе дергать мне коровенку, да кормить не о чем будет. Ну спросить же надо, тут много всяких ездят». Мужик явно теперь узнал врача, но от того, что он тем не менее отчитал его, как шкалера, Солодовников очень обиделся. «Да не надо мне вашего сена, господи. Я немного хотел-то под бок немного. Не надо мне его». Солодовников повернулся и пошел поцелику прямо, проваливаясь по колено в жесткий надзреватый снег, больно царапая лодыжки. Он понимал, что со стороны посмотреть вовсе глупо, шагать целиком, когда есть тропинка. Но до тропинки стоял мужик, и его надо было обойти. «Возьми сено-то», — крикнул мужик. «Чего ж пустой пошел?» «Да не надо мне вашего сена!» Чуть не со слезами крикнул Солодовников, резко оглянувшись. «Вы же убьете чего доброго из-за хапки!» Мужик молча глядел ему вслед. Солодовников дошел до саней, больно стягнул вожжами кобылу и поехал. В какой-то статье он прочитал у какого-то писателя, что идиотизма деревенской жизни никогда не было, и, конечно же, нет и теперь. «Сам идиот, потому идиотизма нет и не было», — зло подумал он про писателя. «Ноги Солодовников поцарапал сильно, теперь саднило, и он решил вернуться в больницу на всякий случай обезвредить ссадины. Но остановился, постоял и раздумал, решил, что в совхозе попросит спирт и протрет ноги». Он потихоньку поехал дальше и вскоре успокоился. «Вообще неплохое продолжение первой главы записан. Только с юмором надо как-то осторожней, что ли. Причем тут юмор и ирония? Должна быть трезвая деловая вещь, без всяких штучек». В том-то и дело, что не развлекать он собрался, а поведать о трудной, повседневной, нормальной, если хотите, жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, только очень неуютно, неудобно было в жестких и холодных санях. Николай Васильевич Ненароков, человек не старый, сорокалетний, но медлительный, нарочно показалось Солодовникову, рассудительный. Долго беседовал с Солодовником и присматривался. Узнал, где учился молодой человек, как попал в эти края, собирается ли оставаться здесь после обязательных трех лет. Солодовникову директора очень не понравился. Под конец он прямо невежливо спросил, «Вы железо дадите?» «А как же?» – ответил тот. «Вы что, обиделись, что я вас расспрашиваю? Мне просто интересно. У меня сынишка подрастает, тоже хочет в медицинский. Вот я и прощупываю, так сказать, почву. Конкурс большой у вас?» «Да с каждым годом больше», – ответил Солодовников. «Вот», – решил директор, – «нечего и соваться. Есть сельскохозяйственные, прямая дорога, верно? Специалисты по зарез нужны, без работы не будет». Солодовников пожал плечами. «Но если человек хочет...» «Мало ли чего мы хочем?» «Я, может, тоже хочу». Директор посмотрел на молодого врача, не стал говорить, чего он, может, тоже хочет, написал на листке бумаги записку кладовщику и подал Солодовников. «Вот, на складе Морозову отдайте, лупоглазый такой узнаете. Он, небось, с похмелья». «Насчет лекции», – сказал Солодовников. «Анна Фанасьевна просила передать». Директор махнул рукой. «Толку-то от этих лекций. Приезжайте, поговорите, если надо. Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я вам позвоню, вот тогда приезжайте». «Зачем?» – не понял, Солодовников. «Но лекцию-то читать». «А при чем тут картина?» «А как мне людей собрать? Перед картиной в клубе и прочитаете, иначе же их не соберешь, а?» «Ничего. Я думал, соберутся специально на лекцию. Не соберутся». «Просто и без всякого выражения», – сказал директор. «Значит, Морозова спросите за вскладом». Морозов внимательно прочитал записку директора и вдруг заявил протест. «Пятнадцать листов? А я где вам возьму их? У меня их нету». Он вернул записку. При этом пытливо посмотрел на врача. «Откуда у меня пятнадцать листов железа?» «Да как же», – растерялся Солодовников. «Они же договорились». «Кто?» «Главврач и ваш директор». «Так вот, если они договорились, пусть они вам и выдают». «У меня железа нет». Морозов сунул руки в карманы и отвернулся. Но не отходил. Чего-то ждал от врача. А чего Солодовников никак не мог понять. А то они шибко скорые. Морозов выдай, Морозов отпусти. А у Морозова на складе шаром покати. Тоже мне понимаешь. «Так как же быть», – спросил Солодовников. «Не знаю. Не знаю, дорогой товарищ. У меня железо приготовлено для колхоза «Заря». Они приедут за ним». Морозов простуженно со свистом покашлял в кулак. И опять глянул на врача. «Простыл к черту». Доверительно, совсем не сердито, – сказал он. «Крутишься день деньской на улице. Впору к вам ехать лечиться». Только теперь сообразил Солодовников, что Морозов хочет похмелиться. «Нет железа?» «Есть для других, а для вас нету», – ответил Морозов. «А телефон тут есть где-нибудь?» «Зачем?» «Я позвоню директору». «Что это такое, в конце концов?» «Я бросил больных, еду сюда. А тут стоит некий субъект и хочет из себя черт знает что. Где телефон?» Морозов вынул руки из карманов, нехорошо сузил глаза на врача-молокосос. «А полегче, например, это как? Можно?» «Без гонора, а?» «Где телефон?» – крикнул Солодовников, сам удивляясь своей нахрапистость. «Я вам покажу гонор и еще кое-что. Мы найдем железо. Я сейчас не директору, а в райком буду звонить. Где телефон?» – разошелся он. Морозов пошел под навес, сдернулся штабель от Толь. Там было листовое железо. «Отсчитывайте пятнадцать листов», – спокойно сказал Морозов. «А мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию». «Солодовников Георгий Николаевич», – Морозов записал. «За субъекта, как вы выразились, придется ответить». «Отвечу. Если всякие молокососы будут приезжать и обзываться, за молокососа тоже придется ответить. Вы на что намекаете, что у нас молокососам жизни человеческие доверяют?» «Ничего, ничего», – сказал Морозов. Но такой поворот дела его явно не устраивал. «Солодовников подъехал с санями к штабелю и стал кидать листы в сани. Морозов стоял рядом, считал. «Привет, тети», – сказал Солодовников, отсчитав пятнадцать листов. И поехал. Морозов закрывал штабель. На Солодовникова не оглянулся. Солодовников поехал с хорошим настроением. Только опять было неудобно в санях. Теперь еще железо мешало. Он пристроился сидеть на отводине саней. На железе совсем холодно. Дорога, когда поехал обратно, вовсе раскисла. И лошадь, напрягаясь, волочила тяжелые сани, почавкающие мешанине из снега, земли и камней. «Вот так и надо», – удовлетворенно думал Солодовников. «В дальнейшем будет только так». Неприютно кольнуло воспоминания о мужике с колышком. Но он постарался больше не думать об этом. Но то ли сани очень уж медленно волоклись, то ли малость сегодняшних дел, каких-то глупых стычек. Радость и удовлетворение почему-то оставили Солодовникова. Стал безразличен хороший солнечный день, неоглядная даль, где распахнулась во всю красу мокрая весна. Стали безразличны все эти запахи, звуки и пятна. Ну, весна, ну что ж теперь, козлом, что ли, прыгать? Куда как приятнее, веселее вечером. Вечером они уговорились, компанией в пять-шесть человек, играть в фантики и целоваться. Будет музыка и винишко. Будет там эта курносенькая хохотушка, учительница немецкого языка. Она хохотушка-то хохотушка, но умна, черт бы ее побрал. Читала много, друзей интересных оставила в городе. Тут что-то такое, сердчишко у врача вздрагивает. Вздрагивает чего-то там. Малость она, правда, вульгарная. Носик такой. К тридцати годам носик этот самый на лоб полезет. Курносые предположены к полноте. Но опять же, где они еще эти тридцать пять лет? Солодовников подстегнул кобылку. Пока он загрузил в больницу железо и пока отвел лошадь в сельсовет и опять вернулся в больницу, прошло много времени. Солодовников чувствовал, что устал. Руки тряслись. Он умылся в кабинетике и хотел пойти посмотреть девушку с мениском, но решил, что завтра с утра. Вошла уборщица и сказала, что там названивают без конца, а Анны Афанасьевны нету. Ну и что? Скажите, что ее нету. Может, вы послушаете? Они там говорят, кто есть, мол, давай. Солодовников пошел в кабинет головврача, посидел у телефона, дождался, когда он затрещал и снял трубку. Больница. Солодовников. Она в районе. А, это вы? Получил, получил. Пятнадцать листов. Все в порядке. Спасибо. Лекцию? Не, сегодня не получится. Не, я не смогу. Занят. Анна Афанасьевна не знаю, когда она приедет. Нет, я занят. Я оставлю ей записку. Во сколько сеанс-то? Я напишу ей. До свидания. Солодовников положил трубку и посидел. Все-таки пошел в палату к девушке с мениском. Посмотрел ее ногу. Поговорил с девушкой. С удовольствием похлопал ее по румяной щеке и пошутил. Поговорил с другими больными. Послушал их справедливые и скучные слова. Сказал, что на дворе весна. И ушел. Вошел опять в свой кабинетик. Посмотрел на часы. Без пятнадцати три. Можно отчаливать. Он снял халат. Поправил перед зеркалом галстук. Закурил. Нащупал в кармане записную книжку. Хмыкнул, вспомнив про стихи. Не стал их перечитывать. Бросил книжечку в стол подальше. И пошел из больницы. Шел опять той дорогой, какой шел утром, старательно обходя лужи. Курносенька здоровался со встречными вежливо и с достоинством. Он поразительно скоро и незаметно как-то научился достоинству. Но ни с кем не заговаривал. Нет, в Курносенькой что-то есть, думал Солодовников. Определенно в этой учительнице немецкого что-то есть. Но, пожалуй, уж слишком серьезно к себе относятся. Это при том, что неутомимая хохотушка. Бережет себя. Так, раззадорить можно, но не больше того. Нет, не больше.